Дорогие братья и сестры, вот пришла Страстная Седмица в самое важное время в нашем календаре, в нашем литургическом. И мы вспоминаем самое главное событие нашего искупления. И вот сегодня читали из Евангелия от Иоанна, с 24 главы, то, что экзегеты называют Малим Апокалипсисом, то есть то место, где Иисус говорит о конце времен. Конечно, это довольно сложный текст, потому что здесь есть какие-то явные отсылки на события, исторические, например, на разрушение храма Иерусалимского, римскими легионерами, но это все произошло в 70-м году, то есть несколько позднее. И тем не менее, как бы через исторические события, здесь, конечно, Господь говорит о другом, говорит о конце времени вообще. И это скорее, чем историческое понятие, это именно онтологическое, это такое метафизическое понятие, потому что каждый из нас на самом деле в каждом мгновении находится перед концом времени. То, что наша, каждого из нас, жизнь может закончиться в любой момент. Здесь Господь говорит о каких-то страшных событиях и землетрясениях, и гладах, и войнах. И, конечно, это, увы, абсолютно актуально, когда Господь говорит, что люди будут друг друга предавать и возненавидят друг друга. И дальше, как вы слышали, собственно, о войнах идет речь. Но все дело в том, что в течение 20 веков христианской истории христиане фактически всех поколений пытались понять, вот идет ли речь именно о их времени, из поколения в поколение. Потому что, увы, в течение всей человеческой истории были войны, была ненависть, были, ну, иногда и землетрясения, и такие страшные события. Но, главное, это вот причина всего этого, о которой говорит здесь Господь в центре этого текста. А именно слова «по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». И могло бы показаться, но тут войны, землетрясения, солнце померкнет, луна не даст свет свой. Куда хуже. А на самом деле вот эти слова «по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь», вот они как раз и есть самая настоящая духовная катастрофа. А это бывает, наверное, с каждым из нас. Надо думать, что грех плох не только сам по себе, а именно потому, что, когда умножается беззаконие, вот как раз заканчивается любовь, охладеет любовь. А любовь – это самое важное в жизни христианина, потому что она есть сама сущность Бога. Вот в эти трудные дни, очень часто, каждый день, уже больше месяца, я думаю, вот в чём связь между мной, моим грехом, и то, что вот бывает сегодня страшное событие, на которое мы смотрим. И, безусловно, какая-то связь есть, такая таинственная. Конечно, когда человек живёт праведной жизнью, вокруг него всё меняется. И я думаю, я уверен, что каждый и каждый из нас имеет опыт общения с такими людьми. Вот достаточно подходить, и ты чувствуешь, что человек излучает, и вокруг него как будто всё другое. Хотя обстоятельства исторические абсолютно одни и те же. Бывает и с местами. Почему у нас паломничество, почему святыни, почему какие-то обители или места, куда мы приходим, и чувствуем, что там что-то есть. Потому что эти люди, которые подвязались, или до сих пор вот бывают в этих местах, и если они живут действительно святой жизнью, вот и эти места излучают добротой. Но бывает ведь и наоборот. Бывает, что человек вокруг себя строит такой земной ад. Ад в отдельной взятой квартире, семье, стране. Ведь бывает и так. И это трагедия. Потому что человек становится заложником этого ада, который сам создал вокруг себя. Давайте будем молиться о том, чтобы мы могли нести мир. Это самое важное. Вот это слово, которое, казалось бы, провокационное в наше время. А это первое приветствие, которое воскреши Христов всегда обращает к ученикам. Мир вам! Вот как не хватает мира! Не только в мировом масштабе, как его не хватает в нашем сердце. А если мы хотим нести мир, надо, чтобы он всё-таки был в нашем сердце. И вы знаете, тогда есть такая простая вещь, которую мне однажды рассказал, когда я был маленьким совсем ребёнком. Мне рассказал пожилой человек. Мне сказали, что когда есть и шторм в море, то рыбки, они спускаются на дно, потому что там всегда тишина и мир. Наверное, это касается и наших душ. На поверхности души бушуют всякие страсти, всякие страхи. Но если спуститься в глубину, наверное, можем найти мир и покой. Вот осталось совсем немного до Пасхи. Давайте будем чаще останавливаться в течение дня, чтобы в полной тишине, и главное, в духовной тишине, спуститься в эту глубину и чувствовать, что на самом деле мир есть, потому что там живёт Господь. Аминь. Спасибо.